Система игральных карт Это немножко другая структура, для понимания человека не совсем понятная Это первый обман, который сделали карты То есть мы, Тузум, кроем все предыдущие карты Но нужно переиграть Вот это очень важно понимать Структуру колоды, вы прям себе пометьте Потому что, ну, видео-видео, да Ну, лучше, чтобы это все было еще законспектировано Пиковый король – самая сильная персона в этой колоде Та персона, которая имеет возможности убийств Дарение жизни и забирание жизни Вот так будем обозначать Первично Джокер изображался на колоде, несящем человеческую голову Вот если вы поищите просто в интернете старые, ну, виды карт, да Чтобы вот как бы показать У меня уже такого, конечно, нету Видно, да? Вот, раньше он держал человеческие головы То есть что-то происходит с головой человека Был такой случай, вот я не помню, какой год Но это можно в сводках посмотреть Вот, значит, король пиковый и пиковая дама Два персонажа, которые, вот, значит, вот Являются, идут рука об руку Значит, являются Это люди-черви, это самые молодые такие души Приходят под вибрацию черви То есть это, видите, как интересно Это именно расцвет человека В его умственной деятельности В разумной деятельности В его становлении Значит, буби У нас происходит, да, как некое, да, там, рождение Да, это всё же природа, ну, повторяет цикл человека рождения И мы находимся в состоянии черви Как там, кровь, да, прихлынула, там, любовь, морковь и всё остальное Вот взаимодействие с картами Очень сильно раскрывает структуру Структуру мироустройства И вообще структуру человека на земле Его действия на земле Брать именно колоду, где, знаете, бывают сейчас такие коллекционные колоды Тоже тёмная, значит, колода Да, вот одна тёмная, другая светлая для работы, да, это хорошо Он просто получает радости жизни Но он их как-то наработал в предыдущих воплощениях Потому что нельзя за так нигде ничего иметь Значит, как идёт структура колодин? Это важно для предсказаний, для магической работы Потому что я за то, чтобы вы не учили никаких значений карт Так же, как второй Смысловой нагрузки в значениях там особо нету Вам главное понять структуру, всё Так, значит, в тузах человек хочет иметь в кресте знания В буби, значит, если это черви, то это какая-то встреча любовная, да, у нас происходит А если это буби, значит, в восьмёрке уже вот эта вся ситуация после встречи начала раскручиваться Фактически это разговор В принципе, вы видите, если разбирать полностью, да, потому что то, что у вас вышло, это вышла матричная система этого человека То есть, как сейчас Да, сейчас расскажу Значит, вот это, которое в плюсе вы отдали с листью клиенту Значит, оставшаяся часть колоды складывается в коробочку Пятачком Ну, пятачок, я имею в виду 5 рублей Мы пальчиком вводим вот так по кругу 10 буби – это деньги И поэтому в десятке буби мы можем эту десятку буби просто взять Значит, настраиваемся на выбор Мы говорим, где у нас какой выбор будет То есть, каждому мальцу мы говорим, за что он несёт ответственность За какой выбор наш Теперь, значит, при серьёзной работе с картами Раскладывается, знаете, что человек пришёл, ну, как бы, такой не очень, мягко говоря, всё у него хорошо Желательно зажигать свечи Интересный ещё такой момент, что на картах можно делать на, ну, тузы – это желание, то, что я сказала На желание, то есть на желание и то, что должно произойти после желания И если вы покупаете карты на подарок, то карты должны быть дорогие Не из разряда 50 рублей, которые, ну, там, продаются в Союз печати Ну, в общем, изначально мы колоду сначала заговариваем, каждую карту же Потом начинаем работать с ним Да, если мы всё-таки рассматриваем себя с точки зрения не гадалки на вокзале А с точки зрения, ну, достаточно мощной магической системы Потому что карты – это очень глубинные слои магии Всё, счастливо Субтитры подогнал «Симон»